всем привет с вами яван грешник мы продолжаем играть в бесконечное лето сегодня сразу говорю кто пришел или смотрит самого начала из подписчиков которые смотрят другие игры сегодня других игр не будет только бесконечное лето и об этом я написал в дискорд канале ссылка в описании будет на дискорд канал можно зайти прочитать кто не зарегистрирован дискорд канале они не знают об активах на день по каналу и вот как то так знаешь какая же тут прекрасная все-таки музыка в меню начинаешь ее ценить потому что другой музыки в этой игре ты слышишь мало потому что как бы не знаю я тут что-то за звуком так настроил что музыка как будто бы иногда и в этой игре нету хотя по факту она фоном что-то наигрывает играет и вот что-то такое вспомнить бы какое сохранение у нас с вами был душа я не помню ни хрена день 5 20 37 день 4 4 5 5 3 5 1 20 37 по моему до день 5 до день близок вечер я это значит что пора спешить ведь торт еще надо испечь до готов для шурика и ну и для нашего главного героя конечно я бы куда с большим удовольствием сейчас просто лег закрыв глаза и заснул но нельзя подводить ульгу дмитриевну более того после сегодняшних приключений я уже чувствовал и собственную ответственность за успех всего этого мероприятия выйдя на площадь я ненадолго остановился чтобы отдышаться не тележка не была тяжелой ехала легко и не приходилось прилагать усилий особых просто любые физические нагрузки вызывали боль но понятно он уже устал у него когда у тебя тело на самом деле не нагружена физическими нагрузками это ты можешь почувствовать если например ты никогда не в жизни не занимался спортом пойти просто в один день да там не знаю потягать гири гантели в больших количествах а потом ты просто даже в этот же самый день но хотя одну в этот же самый день вряд ли ты будешь ощущать такие последствия самое страшное будет на следующий день когда мышцы у тебя будет просто нереально ныть нереально болеть от невыносимой той нагрузки что было в предыдущий день обычно это работает как то так но не увидишь как-то в один и тот же промежуток времени болел но он просто уже уставший на данный момент завтра им будет действительно хуже чем есть сейчас и физическую и душевную но душевная может быть да я присел на лавочку и закрыл глаза а что это не было наплевать кто это наверняка просто какая-нибудь пионерка заинтересовавшая необычным коллегой по несчастью слушайте мне в комментариях один подписчик написал он постоянно новый подписчик он там видимо играл эту игру много скорее всего так она есть и говорит сегодня у нас серии кто-то промелькнет кто-то промелькнет не знаю надо будет внимательнее может быть это и это имелось ввиду что такое ты о чем устало спросил я она ничего не ответила от а была она ингредиенты для торта ты любишь торты не знаю что никогда не пробовал не знаю девочка очевидно не понимала про что и но тогда это не показалось странным разговор меня совершенно не интересовал так как я устал настолько что не имел никакого желания как бы то ни было классифицировать внешне раздражители внешне раздражители разделять их на обычные и необычные понятно ты приходи попробуешь правда правда из чего их делу кого россия на спросил я эти твои торты ну мука сахар начинки всякие какой-то странный вопрос неужели она не знает из чего состоит торт слушай мне кажется на глаза открыть тебе не кажется это странным нет мне кажется это странным это все у тебя там ну да частично как блять частично все вообще полностью и сахар и сахар а можешь мне немного отсыпать зачем поэтому уже было пожалуй через чугу внезапно налетел ветер и инстинктивно схватился за тележку и открыл глаза однако передо мной никого не было неужели мне все это почудилось это ты про этот момент писала это это что-то промелькнуло подожди да не может быть здесь какой-то месте хотя блять как я могу спрашивать про то что здесь не может быть какой-то мистики если он в принципе в мистическом положении ну так-то да даже не знаю что сказать на это непонятно ну наверное это был это было странно я и может это его в какая-то личность да ну блять чего может это вторая личность елены хотя вторая личность елена почему нет она же типа явно какая-то вот двоякая вещи вот может это у нее одна личность а есть вторая и вторая личность селены следит за ним и периодически что-то ему нашептывает однако мешок сахаром развязался под ним на земле выселась небольшая белая горка может быть она ветру испугалась и убежала кто она поправив поклажу я встал со скамейки продолжил свой легкий земляничный путь возле столовой не было ни души ничего удивительного ведь до ужина оставался еще час я подкатил тележку к заднему входу и издал продукты с рук на руки местной поварихе наверное она уже была в курсе что с ними делать поэтому я посмотрела на меня так недобро почему она недобро посмотрю не уверен сколько по времени занимает приготовление торта но видимо ей придется поспешить оставшиеся до ужина время хотелось просто отдохнуть проще говоря я слишком устал поэтому сел на ступеньки и принялся ожидать глаза закрывались сами собой наверное за весь день меня слишком сильно разморило поэтому я и не заметил как кто-то подошел и легонько стукнул меня по плечу и кто о привет 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 целый армун здоров передо мной стояла мику и тебе да даже без зеркала я мог представить выражение крайнего скептицизма и раздражение у себя на лице извини я помешал наверное да все нормас да нет я просто сидел да вот тогда ладно а смотри опять аниме пошло вас мику расплылась в улыбке я просто шла на ужин думала что уже пора оказалось еще рано но я все же решил проверить а может я ошиблась и они я ошиблась и часы типа я что-то сегодня в роли не вхожу голос не поменял даже по моему ну то есть часы не могу ошибаться просто я их не так поняла кажется она окончательно запуталась и замолчала еще полчаса примерно до ужина отлично тогда я с тобой тут посижу подожду не возражаешь откровенно говоря я возражал знаешь у меня еще дела кое-какие да пусть сядет чуть и жалко что ли ну тот самый нормальный человек пока в этом лагере ну есть еще нормальный нового на них ну просто просто хороший человек просто ну на ровном месте ни за что просто ну ни за что ну реально просто ни за что он к ней так просто потому что она много говорит ну я поспешно встала не прощаясь удалился как обычно игнорирую мику что-то кричащую вслед а потому что конь блять пошел нахуй заеба через минуту я вышел на площадь и сел на лавочку с юрдым намерением чтобы здесь дождаться ужина в тишине и спокойствии пожалуй такое со мной впервые за последние четыре с половиной дня я не просто злился на какие-то незначительные неудобства по-настоящему бесился меня абсолютно перестала волновать где и почему я здесь не волновало меня и то как выбраться отсюда сейчас больше негодовал из-за того что именно мне постоянно приходится выполнить глупые поручения вожатой именно я вечно попадаю в идиотские ситуации а иногда и вообще выступаю шутом если это проделки на планете анализ думка вселенского разума то им неплохо бы показаться психиатру я скрипну зубами и сжал кулаки самое обидное в том что все происходит как-то само собой я бы и рад не таскать пудовые мешки с сахаром но выбора то никакого нет подожди но что такого то и в твоем в твоей ситуации два выбора то ли ты ищешь выход чего-то вообще не хочешь делать и это от меня уже никак не зависит я так понимаю да потому что ты уже были а я учил очки уронил и а нет все нормально показался ты он он не выше он не ищет выхода он не хочет этого выхода ему он не интересен вот он зациклился в этой ситуации все сидит я с этим сделать ничего не могу к сожалению уже уже мы с тобой ничего не можем предпринять потому что нам не дает вариантов чтобы мы выбрали как-то что-то искать как он оказывается казалось бы в логичном месте в логичных ситуациях которых он должен найти выход он его не ищет он его максимально просто игнорирует понимаешь ему похер абсолютно похер давай пока рассуждаем и сохраним с тобой игру вот знаешь казалось бы чё-ничё да вылет через 10 минут прикол я бы мог не сохраняться так часто но понимаешь если будет вылить через час после начала серии представь себе сколько мне предстоит перематывать прикол этой игры на андроиде в том что она может вылетать во время перемотки вот на у андроида такой прикол дес что с этим делать ну как то так что что поделаешь ничего не поделаешь я читал смотрел у кого-то так у кого-то нормально все работает ну мне повезло все игра игра до внешние патчи по патчи по моему вообще не ту же ну вот так рассуждал ты о чем о том что не хочет выбираться из этой ситуации а если он не хочет выбираться из этой ситуации самое простое что может сделать правильно приспособиться и принять реальность как действительное это сложно но выхода искать он не хочет а значит делать в любом случае что-то надо и это по моему единственный его на данный момент выход пока он никак не продвигается в сторону того значит надо продвигаться в сторону этого выхода и здесь у нас есть ряд проблем потому что мы в определю большой в большой неопределенности за женщинами сейчас данный период времени ну и вдобавок как тебе сказать вот это вот это его спорт самим собой тоже ему на руку не играет потому что он сейчас такой позиции что получается просто просто чтобы просто просто ничего блять просто он сам вот сидится бы спорить сам бесится сам злится и все хуй бы с ним вот как-то так сейчас я больше не гадал за того что мне именно принцип постоянно приходится понять глупые поручения я вот про это хочу сказать что по сути поручение это неплохие как для ну вот если ты в простом находишься в простой ситуации не в его ситуации да ты просто пионер пионер в пионер в лагере да то ну неплохо неплохо же все равно физический труд это а где он что он выступает он выступает шутом так тогда сам себя подставляет ну да если это проделки инопланетянами задумка дам отчитали я скрипну зуба дашь читали и самое обидное что происходит только сам до читали я бы рад не таскать буду читали блять сколько мы прошли здесь а точнее альтернатива приведет к худшим последствиям чем растянутые мышцы и ущемление ищемленное самолюбие на кого злишься спрашивает ульянка передо мной стояла ульянка и хитно улыбалась она вообще никогда не устает да он у него вообще всегда позитивное настроение навсегда улыбается ни на кого на рассеянно ответил я однако кулаки меня выдавали вообще мне кажется что то как надо прочесть текст должно в данной вот визуализации стоять до самого появления текста или в одну полоску как то это надо было уместить потому что вот смотри сколько текста и сколько остаточного экрана на не использовано я не мастер не фломастер но просто это как-то странно ты уже прочел а потом тебе просто в этой игре нет автоматической озвучки на андроиде я знаю что там на пока по моему есть с озвучкой я кстати слышал там спорный момент слушать меня или слушать эту озвучку там знаешь в некоторых ситуациях я думаю я получше буду я получше буду но не как бы но безуслов но смысл не в этом мне кажется стоило бы сначала поставить то как это надо говорить а потом уже сам текст если это того требует если настолько важно потому что уже произнес а потом уже читаешь что как это надо произнести если ты читаешь для себя про себя то окей но когда ты читаешь вот в такой ситуации то не очень удобно так просто ладно ладно твое дело ты уж скажи мне зачем весь день по лагерю бегал со всякими мешками дела были не хотя ответил я судя по всему это продукты да может и продукт ульяна собирала что-то сказать но в это время заиграла музыка призывающего пионеров на ужин я с облегчением вздохнула быстро направился в сторону столовой оставив ульяну позади семён спасибо тебе огромное за что вожатая приветливо улыбалась за торт а да в тот момент я как нельзя лучше понял смысл поговорки спасибо в карман не положишь ты же никому не рассказывал это должен быть сюрприз да вот и молодец вообще знаете по идее то он же шурика спас и по логике то вещей помимо того что должен быть торт для шурика но гипотетически для него же тоже должен быть ну я не знаю но хотя с стороны хотя и для чего тогда шурику спорная такая ситуация как-то как бы если они говорят в прямом смысле ему что он герой что он его спас да и при этом ну почти где где сюрприз где что-то нормально нет ну ладно спасибо сказали но я и даже ладно хер с ним без сюрпризов без ничего да просто по-человечески сказать спасибо все этого даже достаточно но нахер его накрут нагружать в работой вот этой они же понимают это нет просто я уверен что вот другие тут хуй пинают как бы ничем не занимаются учитывая то что нам показывают так она есть а теперь давай марш на ужин что ольга дмитриевна махнул рукой в сторону столовой ну хоть не по голове спасибо я медленно переступил порог и принялся искать свободные места но она все равно добрая не знаю но пока что она позитивное мнение складывает сегодня их оказывалось она сегодня их оказалось много так что появилась возможность поесть в одиночестве на ужин давали рыбу с картофельным пюре опять неудача останусь полуголодным да и к тому же рыба была в обед сегодня что рыбный день бля не повезло я тоже рыбу не ел но наверное не ел я большинство рыбы я опять же говорю ну такое прям такое не есть конечно которую можно но очень редко очень редко очень редко я прям не знаю мне прям нет ни любовь рыбная так скажем он спать хочет отодвину сторону тарелку с жареными морскими обитателями я опустил голову на руки и закрыл глаза вскоре к моему столику кто-то подошел что с тобой спрашивает славя ничего ответил я не меняя положение устал да есть немного это плохо серьезно сказал славя бля тебе надо готовить торт да вот это сейчас будет еще бы ты же помнишь что после ужина мы все в поход идем чего уже собрался куда я моментально открыл глаза и поднял голову рядом со славей стояла лена опять злая я вижу поход какой поход блядь какой поход опять вылит понимаешь опять вылит опять вылит опять вылит опять вылит но опять вылит опять вылит она удивилась ты не ты не она удивилась там было написано просто ты не знал нет нет не знал Если б знал, блядь. Я опустил голову на стол и закрыл её руками. Если бы сейчас была возможность провалиться под землю. Девочки молчали. Некоторое время я находился наедине со своими мыслями и меня это вполне устраивало. Ну а что поделать, принёс идти в поход. Ну поход это не так плохо. Но, блядь, ну с твоим и конечно физическим сейчас состоянием это... Да. Может быть удалось бы даже так просидеть до конца ужина. Ну и с дальнего угла столовой донёсся громкий голос Ольги Дмитриевны. Ребята, в честь чудесного спасения нашего друга и товарища Шурика мы приготовили, блядь, для вас этот торт. Я нехотя поднял голову и посмотрел в сторону вожатой. Но ничего не увидел за плотно сомкнутыми спинами пионеров. Знаешь, меня вот когда вот глаз он открывает... Когда глаз он открывает, сразу лицо Лены бросается. И вот сразу хочется расстроиться и уйти. Вот, ну и не знаю, почему её такой злой изобразили. Сейчас, сейчас. А про меня даже не упомянули. Что я Шурика спасал, что продукты для торта искал. Как будто так и положено. Что же от вожата этого стоило ждать? Да ты рано делаешь выводы, может сейчас она позовёт нас. Пойдём. Я думал, рано делает выводы просто, реально. А то без нас сидят. Славя улыбнулась. Пойдём. Согласилась с ней Елена. Ну, спасибо, что хоть улыбнулась. Хоть на этом. Да, конечно, давайте. Я нехотя встал и поплёлся за девчонками. Когда мы подошли к толпе пионеров, Ольга Дмитриевна как раз поставила торт на середину стола. А теперь... Что? Что? Капец. Закончил. Подожди, так много сладкого она ест. У неё прям какая-то мания на сладкое получается. Это же проблематично для здоровья. Что же? Что с лицом Лены? Что это? Мне кажется, у художника с Еленой проблемы возникли. В принципе, в общем целом. Нет с лицом. Что происходит? Кто это на фоне? Кто её отдёргивает? А, это вожатая. Это вожатая? Серьёзно? Я закончить вожатой не успел, потому что из толпы пионеров выскочила Ульянка и накинулась на торт. Она успела надкусить его в нескольких местах до того, как её начали оттаскивать. Ульянка упиралась и визжала. За всей этой картиной я безучастно наблюдал со стороны улыбающаяся Алиса Лена, которая пальцем подцепила немного крема. Негодующие пионеры вокруг. Казалось мне просто здесь не место. Сейчас закрою глаза, открою и вот я уже дома перед компьютером. Не, не получится так. Я моргнул, но ничего не изменилось. Только шум, гам и крики стали отчётливее. Ульян, это уже переходит все границы. Ну, это правда, это уже что-то, блядь, столько ради этого торта мы горбатились. Ну, конечно, не смотреть же на него, кушать его надо, но надо как-то по-человечески к другим пионерам-то. Я... Я... Действительно, такое поведение это перебор даже для неё. Да, да, перебор, перебор. В разговор или трибунал вмешался Шурик. Что? Да ладно вам, Ольга Дмитриевна, раз уж торт мою честь, то ничего страшного. Он замялся. Неважно. Вожатая повернула в сторону Ульяны. А ты? Тебя я сегодня накажу по-настоящему, чтобы в следующий раз знала. Ради бога. Ну, ей похер, значит, наказывай. Она фыркнула и отвернулась. Сегодня с нами в поход не идёшь. А, блядь, можно меня? Меня так наказать? Можно Семёна так наказать? Я как бы не против сходить в поход. Это действительно там посмотреть, чё к чему у вас происходит, как оно. Но... Как оно на как оно, как говорится, поэтому... Ему плохо. Моя задача сохранять, так сказать, жизнедеятельность Семёна на стабильном уровне по этой игре. Поэтому я сейвлю Семёна и прошу наказать его. Семён, быстрее прыгай на торт. И ешь его руками, просто разбрызгивай. Может, это выход. Да больно надо было. Я бы с удовольствием поменялся ролями с Ульяной. И не пошёл бы в поход вместо неё. Но кто же знал? Если бы догадаться заранее, я бы первым полез крушить этот чёртный фронт. Да. После пары минут замешательств, пионеры стали потихоньку расходиться. И тебе пора собираться. Через полчаса построения на площади. Я посмотрел в глаза вожатой, пытаясь невербально передать всё своё отношение к происходящему. Ну, вышло у меня, видимо, не очень. Не опаздывай. Слушай, ну, можно же сказать, Ольга Дмитриевна, вы не поверите, как я устал. Я сегодня... Я как-то шахтёр работает три дня. Я, понимаете, я как бы грёб, 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 грёб. Слушал, 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 собирал. Грёб, 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 грёб. Потом нёс это, нёс это, нёс это. Дайте, пожалуйста, поспать. И может быть она... Ну, она же понимающая. Просто поговорить надо. Направляясь к выходу, я подошёл к Ульяне, который сидел в сторонке. Который сидел на столе. Слушай, ты же вот это всякие приколы придумываешь. Давай ты его как-нибудь отфортишь от этого всего действия. А то ему, мне кажется, конец. Он не вернётся с этого похода. Этот воин не вернётся с этого похода, как говорится. Он на щите, скорее всего, а не со щитом. И зачем? Выглядела она крайне обиженной. Впрочем, было на что. Захотелось. Резко ответила Ульяна. Довольна результатом? Довольна. А тебе удачно в поход сходить. А-а-а, она хитрая. А-а, ну да, да, молодец. Смотри-ка, умная какая. Она ехидно улыбнулась и вскочила, выбежала из столовой. Удача мне не помешает. Дорогу осилит идущий. А-а-а, это поговорка крутилась у меня в голове. Всю дорогу до домика вожатый. А, то есть ты поговорками решил говорить? Ну, поехали тогда, окей. Это мы умеем. Как говорится, сильнейший выбор сделает лишь... Точнее... Нет, подожди. Смотри-ка. Нет, не умеем. Хорошо. Хорошо. Мудрейший выбор сделает лишь сильнейший, да? А, сложнейший выбор сделает лишь сильнейший. Вот оно как там, да. Как-то так. Сегодня ты достаешь им торт, достаешь им... Нет, подожди. Не так, не так, не так, не так, не так, не так, не так. Сейчас я пытаюсь поговорку какую-нибудь гениальную придумать. Сегодня ты достаешь им... Я забыл ягоды, которые я использовал в тортах. Не малина же? Не, не малина. Сегодня ты достаешь им землянику, крем и сахар, а завтра ты им не нужен, и они выбрасывают тебя, да? Что-то такое, наверное. Почему-то я даже не думал возражать. Согласился. А, да. Что-то я уже читаю, что-то читаю, что-то читаю. Сраться на плохое самочувствие или попросту откосить без причины. События этого дня научили смирению. Да, смирение и покой. Смирение, покой, созерцание вечного, как говорится. Ты не идущий к реке случайно, нет? Может, ты к реке идешь? К реке, когда идешь, там говоришь, я в своей жизни настолько преисполнился, что я как будто на миллионах и миллиардах других планет. Хотя иногда смысл происходящего ускользал от меня. Войдя внутрь, я задумался. А что, собственно, свирать? А, кстати, да, у тебя же нихера нет. Смотри-ка, у него открытый шкафчик. Это так и было всегда? Да, походу, все почти что так оно есть. Подожди, стоп, а почему в комнате вожатый такой срач? Не, ну реально, это же вожатая. Почему у нее лифчик лежит на железке, вот на этой, на кровати, и с другой стороны один носок висит? Но я не думаю, что это кровать Семена с лифчиком-то и с этим. Ну, не может быть этого такого. Такого быть не может. Вот у Семена, скорее всего, левая кровать, и там полотенчиком он аккуратно висит у нас. Ну, чуть-чуть простыньку кто-то испортил. Мы-то заправляем простыню нормально. Там это явно какие-то ебаные вурдалаки пришли, и все, ну, тут испоганили. А так-то мы нормально постель заправляем, в принципе. Шкафы почему недозакрыты? Это вот к чему это? Нет ни у кого отвертки подвинтить шкафы, что ли? А так, в принципе, все в целом-то нормально, по-моему. По-моему, да. Вот эта стена, вот неужели так удобно спать? Типа, прикинь, вот ты ложишься на эту кровать, это же получается, ты смотришь на косую стену наверх. Это вообще каково... Вот особенно страшно, когда висит плакат вот этот... Не фантомас, не про фантомаса речь, а про вот этот плакат футболиста, то ли еще кого над головой. Вот ты лежишь, и вот он у тебя косо вот так. И под этим скосом он криво косо у ебанки смотрится, и как-то ты должен на него смотреть и засыпать. Вот это же жесть. У меня извещает пальто и джинс. К тому же забыл спросить, поход с ночевкой или без. В общем, делать было нечего, дело было вечером, поэтому я на всякий случай захватил свитер, в котором попал сюда, то есть ночью может быть прохладно, и медленно поплелся в сторону площади. Там уже собрался весь лагерь, хотя до времени назначенного Ольговой Дмитриевной оставалось еще 10 минут. Я примастился с краю и принялся терпеливо ждать. Вечерело. Если посмотреть на нас со стороны, то вырисовывается довольно забавная картина. Толпа пионеров, по привычке выстрелившихся в шеренгу, словно ждет приказа молчаливого бронзового генды. И все это в алых лучах заката. Красивый закат у них здесь. Красивый закат у них здесь. В реале такой закат бывает нечасто. Нечасто, очень нечасто, чтобы лучи вот так шли, знаешь, чтобы облака еще вот так виднелись пышные, чтобы они покрывались вот этим малым светом. На самом деле это не так часто можешь встретить, но это красиво. Это красиво, когда ты это видишь, как бы прекрасно, замечательно. Мы настолько, наверное, уходим в свою рутину, в свою работу, в свои вот эти вот все ежедневные дела, что, наверное, иногда забываем посмотреть в небо. Красиво сказал. Вот он машет рукой с криком в атаку, и ревущие солдаты в красных галстуках сходятся в битве с невидимым противником. Впрочем, вместо генды заговорила появившаяся Ольга Дмитриевна. Вроде все на месте. Отлично. Я не могу, не мог думать ни о чем, потому что за сегодня слишком устал и решил просто послушать вожатую. Он мог бы просто показать ей вот так вот, вверх руку поднять, вот так. Показать просто вот эту, не просто свитер, да, который он с тобой взял, сказать. Я буду в нем спать, им я буду подтираться, и его я буду носить, если мне будет холодно. И его бы отпустили, мне кажется. Я думаю, так, я вот микрофон вот так поправлю. Итак, сегодня мы отправимся в поход. Давайте. Важным для любого пионера является умение прийти на выручку товарищу, протянуть руку помощи в трудную минуту. Просто спасти его в безвыходной ситуации, наконец. Это ты про меня сейчас, да? Всему этому нам с вами предстоит научиться, лишь бы она не назначила его каким-нибудь, блядь, главным пешеходом, мешеходом. По данным пионеров пробежал шепот, общий смысл которого был в том, что вся эта блинная экспедиция закончится в паре сотен метров от лагеря около костра. Почему-то мне казалось так же. Но сейчас мы, наверное, поплывем куда-то, да? Идти будем парами. Так что, если вы все еще не выбрали себе партнера, сейчас самое время. Пионеры начали быстро группироваться по двое. Мику, Мику, я выбираю Мику. Я выбираю Мику или Алису. Мику или Алису. Или, или. Похоже, пары не нашлось только для меня. Славя о чем-то увлеченно разговаривал с Олгой Дмитриевной. Лена, Смику. Блядь. Электроники, естественно, с Шуриком. И слава богу, на расстоянии, как говорится, руки. Вот. И Шурику надо быть бы поосторожнее тоже бы там, как бы. Есть кое-что пострашнее призрака. Из бункера. Надеюсь, он об этом знает. Ну, как бы, про трубочиста лучше знать. Может быть, идти одному не так уж и плохо. А, ну хотя бы, ну хотя бы, хорошо один. Окей. Семен. Голос вожатый вывел меня из раздумий. Я нехотя подошел к ней. Тебе, пара, не нашлось, как я погляжу? Да. Видимо, так. Только не заставляй меня идти с тобой в паре и быть каким-то заместителем вожатой. Не надо этого делать. Тогда пойдешь с Женей, она тоже без пары. Нет. 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 За что? Нет. Ай, бля. Какая жопа. Да, ну все, он там. А может, она и раскроется как-то по-другому. Ну, просто она постоянно, постоянно злая. Не, она злая, в смысле, не постоянно, что она злится как-то или что-то еще. Она, он что-то говорит, она на него... Он что-то говорит, он... Вот это... Постоянно подпиливает его. А он сейчас не в таком состоянии, чтобы нормально как-то отвечать на ее подпилы. На меня нахлынуло то особенное отчаяние, в котором может пасть только одинокий человек. То есть, получается, я настолько же оказался никому не нужен, как и библиотекарша Йетти, провести с которой наедине пару часов я не согласился бы даже за деньги. Почему она Йетти? Типа, что такого? Блин, можно я сохраню вот этот момент игры, и я надеюсь, игра не вылетит? Благода... Да, спасибо. Благодарство. Благодарство. Но она не Йетти, она... Я бы не сказал, что она Йетти, не надо уж так-то ее поносить, ни за что просто-напросто... Ну, как ни за что, блядь, она, конечно, постоянно агрится, но мы с ней об этом и не разговаривали, как бы... А это тоже надо понимать. Надо беседовать, надо решать такие вопросы. Спросить, за что, блядь, почему. Впросим, да, впросим, да, поехал. Впрочем, сейчас мы находимся в разных условиях. А, в разных. Я медленно подошел к Жене. Погоду дело нам с тобой идти. Она подняла на меня глаза. Только не думай, что я рада. А я-то как рад, ты не поверишь. Пять минут назад... Точнее, пять секунд назад я очень сильно радовался. Я думал, Женя, невероятно. Вот ты когда нейтральная, ты вполне себе норм. Но вот когда ты, блядь, что-то начинаешь говорить, вот, ну, не знаю, у тебя, как у Семена, знаем. Вы два сапога пар. Вполне себе нормальная пара. Почему нет? Вот им надо вместе быть. Они идеально подходят друг к другу. Оба-то одинаковые, мне кажется. Серьезно, сказала Женя. А с чего тебе радоваться? Наивно спросил я. Неважно, ну, пошло-поехало. Будет еще лучше, если ты помолчишь. Да взаимно. Куда уж лучше. Она развернулась и направилась к остальными пионерами. Я не видел никакого потаенного смысла идти по армии. В конце концов, наш путь пролетел, пролегал по исхоженным лесным тропинкам. И заблудиться здесь было весьма проблематично, даже при желании. Более того, мы шли уже полчаса. Но не прорывались вглубь леса, ища опасности, которые помогут проверить нашу храбрость и закалить в нас пионерский дух. А попросту ходили кругами. Впрочем, если учесть, что нашим вожатым была Ольга Дмитриевна, такой поход можно было считать броском хоббитов из Шира в Мордор. О, ты знаешь, Властелин и Колец. Если кто не понял, это отсылка на Властелин и Колец. Это прям жирная отсылка про бросков хоббитов из Шира в Мордор. По-моему, да, да, Властелин и Колец. Это не хоббит, не жданное путешествие. Как и просила Женя, я шел молча на некотором расстоянии от нее. Библиотека, хорошо, похоже, это нисколько не смущало. Ну и хорошо, пусть идет молча тоже тогда. Слушай, а ты не знаешь, когда мы уже придем? Зачем ты заговорил? Придем куда? Ну, там, где планируется разбить лагерь. Смысл похода не в лагере, а в ходьбе пешком. Бля. Ты ничего не понимаешь вообще. Да в походах я и вправду ничего не понимал. Но вообще, по идее, в походе же... Нет, это дичь, если что. В настоящих походах же... Не в ходьбе смысл. Ну, в смысле, ты не просто бесконечно ходишь. Ты все равно идешь, 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 куда-то идешь. И там отдыхаешь. Потом, я не знаю, там, шашлыки какие-нибудь делаешь. Лагерь себе расстраиваешь. Там палатку ставишь. Ну, что-то такое, наверное. Ну, и смысл похода. Смотря от чего. То есть, вот какой смысл у этого похода. Исходя из того, какой смысл у похода, таки и последствия, так сказать. Ну, наверное, но все же. Не знаю, ну, блядь. Почему ты так злишься? Ну, ничего же. Ну, ничего не было. Ладно, Лена. Понятное дело. Резко ответила она и ускорила шаг. Задом идти опасно. Развернись и иди передом. Просто, если ты пойдешь задом, ты можешь нечаянно об камень или какую-то кочерыжку зацепить. Затем питься ногой и упасть. И как бы будет наггэ. Тем более, у тебя очки и падение для человека в очках опасно. Потому что очки могут пх и разбиться. Это не очень хорошо. Так что будь осторожнее с этим и будь внима-те-ль-на. Я догнал ее и спросил. Слушай, а почему ты всегда... Я хотел сказать злая, но осекся. Ну, она не злая. Она не злая. Это не злость. Злые люди другие люди. Это злобо по-другому показывается. Вы, блядь, тут злых людей, видимо, разработчик никогда не видел. Это... Она не злая, она... Выражает свою неприязнь по отношению к части его слов. Наверное, вот так будет более точно. Потому что иногда она воспринимает его нормально, а когда он начинает говорить что-то определенное, она начинает беситься в его сторону. Она начинает от него, как кошка. Как инстинкт самозащиты срабатывает, она начинает вот эту херню врубать и, собственно говоря, вот такое что-то происходит. Тут надо сказать, почему ты... Тут не надо говорить, почему ты всегда злая или почему ты всегда вот такая. Не надо на это константировать внимание, только усугубишь ситуацию, она может и на это сагриться. Тут надо, наверное, спросить... Даже не знаю, как вот идти. Тут же по-разному. Тут смотря какой человек. Тут очень сложный вопрос. Но это, по сути, если спросить, почему ты всегда такая злая. Но, мне кажется, такой человек тогда точно так же вот это пойдет, начнется опять бурные эмоции в ответ. Тут надо спросить... Как бы я спросил, если, например, ситуация встает, да, может, все-таки голос, разум Семена, наверное. Я бы подошел, спросил, слушай, просто, ну, вопрос возникает, ну, чисто по-человечески. Почему ты вот так поступаешь, когда я с тобой разговариваю, ты начинаешь себя вот пытаться как-то в защитную стойку встать и в мою сторону агрессивно как-то смотришь, исходя из каких моментов ты это делаешь. И уже выяснять, исходя из ситуации, если тебе оно вообще надо, если тебе человек это интересует. Ну, мне лично вообще неинтересно вот в этой ситуации что-либо выяснять. Ну, смотрит и смотрит, как бы, ну, агрится и агрится. Ну, и похер. Он с ней взаимоотношений каких-то не крутит ему на нее абсолютно по боку. Просто единственный нюанс, почему стоит это сделать, почему стоит наладить контакты, разговаривать с ней чисто по-человечески, потому что они в одном лагере, и он часто с ней сопересекается по каким-то определенным возникшим там ситуациям, и каждый раз с ней ловить эту неприятную ноту, это, конечно же, такое себе согласись. Поэтому, да, в его положении, в принципе, можем наладить контакты, но если он один-два раза там с ней видится раз в год, то есть ли в этом смысл? Не знаю, не знаю. Я же тебе ничего плохого не делал и не собираюсь, вот, да, правильно. Она удивленно посмотрела на меня. Какая? Ну, нелюдимая, что ли, ну, ты закопался еще больше, мне кажется. Или это только ты так со мной? Опять ты чушь какую-то несешь? А-а-а, ну, все понятно, почему она на него такая, как говорится. Она, видимо, не воспринимает его коверкающие слова. Как знаешь. Я решил больше не заговаривать с ней первым до конца похода. Наконец, Ольга Дмитриевна решила пора заканчивать наше хождение по мукам. Здесь сделаем привал. Местом стоянки была выбрана довольно большая поляна, на которой лежало полукругом несколько деревьев, образуя что-то вроде импровизированной беседки, посредине которой была выжжена земля и валялись угли от костра. Ну, короче, место, которое, видимо, часто посещали, и место, которое общепринятое, что вот здесь стоянка у нас будет, ну, не первый раз, видимо, ходит. Да, по всему заметно, что такие походы традится в лагере. Скорее всего, так и есть. Меня вместе с остальными парнями отправили на поиски дров. Это не заняло много времени, так как вокруг валялось огромное количество веток, бревен, ну и разного размера. В конце концов, с помощью каких-то газет Ольга Дмитриевна разожгла костер. Мне было очень интересно почитать, что в них пишут, но ничего, кроме советской символики, я ее разглядеть не мог. Вообще, разве вот так просто? Надо, наверное, учить пионеров... Ну, я не знаю, как это работает, но в лагерях зачем ты ходишь? Они же... Сейчас вот речь же была о том, чтобы, ну, не знаю, помогать друг другу, спасать каких-то этих... Ну, какие-то гайды там. Ну, типа, как разжечь костер огневым, блядь? Как разжечь костер палкой, очками от солнца там, чтобы оно отблекнуло, блядь, полтора часа сидеть, вот этой хуйней заниматься. Мне кажется, в этом смысл таких вещей. Она просто... Жукнула сама костер, и что дальше? Ну, нет, если это чисто развлекательный прикол Дес, тогда да. Но если она их чему-то учить собирается, ну, учи, чё, ничему не учит. Пока что они просто куда-то пошли, пришли, и теперь сидят, и... А зачем это нужно? Никаких историй никто не рассказывает, никто ничего ему не учит. Пионеры расселись на бревнах и начали говорить, кто о чем. Похоже, конечная цель всего этого мероприятия была достигнута. Блин, тебе еще назад идти. Не хватает только котелка сухой, алюминиевых чашек с водкой и гитарой. Осудительно все, кроме, в принципе, гитары. Гитару не осудительно. Вот гитара, котелок, но вместо ухи что-нибудь другое. Не знаю, вместо ухи борщ какой-нибудь наваристый. Или, я не знаю, с майонезом. И гитару. И гитару, и главное, чтобы человеку, который умел играть, а не человеку, который знает три... Как три раза по гитаре струнку на ночь, знаешь, чтобы какую-нибудь песню старую, знаменитую, но не в рифму вообще спеть. Что-то такое. Впрочем, я бы не удивился, если бы все это откуда-нибудь здесь появилось. О чем думаешь? Ко мне подсела Славя. Да так ни о чем. Наслаждаясь походом. Съязвил я. Что-то не похоже. Но от радости прыгать не готов, ты уж извини. Ну, к ней, на нее быковать не надо. Она-то тут, она ни при чем здесь. Она... Ты же сам на себя инициативу... Давай по-честному, ты сам на себя инициативу взял, и нагрузки ты сам на себя взял. Ну, я имею в виду в тот момент, когда он плыл на лодке, когда они собирали ягоды. Они же ему предлагали помощь, предлагали. Человечески-человечески. Он как мужчина просто поступил. Он не захотел оплошать перед женщинами, и поэтому... Я как мужик. Поступи и сейчас как мужик. Ты уставший, но раз ты поступать, ты начал как мужик. Ты иди дальше до конца, поступай дальше как мужик. А что ты на нее язвишь? Она-то тут при чем? А что тебе, кто она? Ладно, не буду тебе мешать. Да ты не мешаешь, ему все нормально. Она еще некоторое время посидела рядом, и поняв, что я очень... Я не очень настроен разговаривать, оставила меня наслаждаться рефлексиями в одиночестве. Ну, знаешь, вот это глупая ситуация. Все было нормально, и он вот такую хуйню творит. А мне хотелось лишь поскорее улечься в постель и заснуть, но вместо этого я все больше пропитывался дымом от костра и пустой болтовней окружающих. Дым от костра прикольно, наверное, да. Кстати, по-моему... Хотя не помню. Пионеры веселились, смеялись, в общем, наслаждались теплым летним вечером. Сколько времени? Ебать! Давайте сохраним. В дальнейшем конце полян я увидел Лену, которая о чем-то оживленно спорила с Алисой. Я надеюсь, игра даст мне нормально сохранить ее? Не даст. Пионеры веселились, смеялись, в общем, наслаждались теплым летним вечером. Без вылетов, между прочим. А у меня вылетело. В дальнем конце поляна... Ты можешь спросить меня, зачем я говорю тебе постоянно, что я вылетаю из этой игры, ведь я могу тебя не вырывать из сюжета этой игры и оставить тебя дальше. Но скрипив, так сказать, эти моменты, и ты не будешь чувствовать этого, да? Ты не будешь как-то вырываться с этого сюжета. Но все просто, потому что ты и так, в принципе, этого не замечаешь, потому что я быстро хоп-хоп, кадр за кадром перелетает. А вот мне приходится открывать игру и мотать, мотать диалог заново. И я тебе скажу, иногда это очень небыстро происходит, потому что иногда она из первого раза не сохраняется. Ты-то тут ни при чем, но все равно ты должен плюс-минус понимать еще то, как работает игра на данном устройстве. Работает она вот так. Поэтому как-то ты должен понимать, как происходит прохождение полностью и плюс-минус хотя бы, понимаешь, приближенно-примерно. Если бы я запустил стрим, там были бы одни страдания. Поэтому эта игра в основном проходится на видеоролика. Хотя, опять же, впечатление от игры у меня хорошее. Вылеты в этой конкретной игре меня абсолютно не волнуют. Бывают такие игры, в которых вылеты бесят. Это обычные игры с экшоном. Здесь экшона нет. Здесь всегда можно вернуться к своей намеченной цели, быстро продолжить. Так что, в принципе, терпимо. Но, конечно, к плюсам игры это отнести нельзя. Но можно отнести это к тому, что игра портирована на Android. Поэтому, в принципе, такое допустимо. Но не фиксят, видимо. Ну и ладно. В дальнейшем конце поляны я увидел Лену, которая о чем-то оживленно спорила с Алисой. Оживленно и Лена понятия несовместимые, так мне казалось. Славя, похоже, после разговора со мной куда-то ушла. Электроник с Шуриком что-то яростно доказывали Ольге Дмитриевне. Кажется, только я был лишним на этом празднике жизни. К чему выбор? К чему-то. Попытаться узнать, о чем спорят Лена и Алиса. А зачем нам это? Не, вот зачем нам лезть в чужие дела? Вот, ну опять же, скажите мне, вот к чему. Они общаются, общаются, ну спорят и спорят. Единственное, почему нам это может быть интересно, почему Лена теперь так активно себя ведет. Вот это единственное, что может быть интересно. Ничего не делать и просто сидеть, но а что от этого изменится? Единственное, на что я рассчитываю, что придет Славя и как-то скажет, ты типа не переживай, что-то типа того. Ну и все, но вряд ли это случится. Поэтому давайте попытаемся узнать, о чем... Ну, ему отдохнуть надо. Если я голос его разума, предположим, да, я бы, конечно, дал ему отдохнуть, потому что он заебался уже. Он дико, дико уставший. То есть ничего не делать и просто посидеть. Но так как еще есть наша с тобой сторона, да, мы с тобой, естественно, интересно, что там с Леной. Мы с Леной должны узнать, что происходит. А это очень яркая ситуация, потому что она сейчас, видишь, из тихой и скромной стала резко буйной и активной. И надо посмотреть, что не так. Может быть, наша догадка о том, что у нее такой просто характер, как спичка взрывной, в принципе верен. Я озвучил одну из таких теорий. Давай посмотрим, о чем они спорят. Ну, ему хуже уже не станет. Если его вырубит, то они его явно домой занесут в его свитере. Так что все нормально. Как я и говорил, с походу он вернется то ли на свитере. На щите на свитере, да, то ли в свитере сам. Так что посмотрим. Попытаться узнать, о чем спорят Лена и Алиса. Не попытаться, а просто посмотреть. Не надо влезать. Просто посмотри. Не надо влезать в их спор. С его благолепия выбивалась только Лена и Алиса. Нет, само по себе то, что Алиса с кем-то ссорится, было абсолютно естественным. Но Лена, разговаривающая на повышенных тонах... Я аккуратно подошел поближе, пытаясь понять, что происходит. Нет, это ты меня послушай. Ебать. Думай, как хочешь, я уже все сказала. Ой-ё. Тут, походу, махач намечается. Не, вот теперь можно, 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 если что, влезть и разнять. Потому что такая ссора нам здесь как бы ни к чему. Похоже, дело серьезное. Я старался как мог не привлекать внимания и делать вид, что просто стою рядом и интересуюсь их разговором. А тут ничего и думать не надо. Все и так видно. А что именно? Про что вы? Рассказывай кому-нибудь другому. кто не так хорошо тебя знает. А-а-а. Смотри, какая у него улыбка упорта. Да, ты все знаешь. Что же сама тогда ему не скажешь? Мне? Лена злилась. Одно это уже было в высшей степени странно, даже учитывая то, что я не знал предмета спора. Предмет спора, мне кажется, ты. А вот это уже не твое дело. Алиса фыркнула, отвергнулась от нее и встретилась с глазами со мной. Через секунду посмотрела на меня и Лена. Некоторое время девочки стояли в растерянности. А ты? Что, я тут как бы мимо проходил? Я смотрю на костер, бревно вижу. Я вообще природу люблю, знаете? Смотрите куст и убегаешь. А ты? А ты вылетел, блядь. Подслушиваешь? Да, подслушиваю. И что теперь будете делать, а? Вы орете тут на весь лагерь. Все вас слышат. Блядь, тут хочешь не хочешь слышно будет. Я? Нет, нет, просто мимо крокодил проходил. Да. Я тянул самую милую улыбку, которую только смог изобразить, но кажется не помогло. Кстати, он сегодня за мной подглядывал. Я могу объяснить. Я... Там ситуация была. Он косплеил одного человека. Он косплеил одного человека. Он там, короче, решил помыться. Чисто-чисто, труба чистая. И нечаянно, как бы, увидел, что они идут. Вместо того, чтобы нормально одеться и сказать, как бы, извините, он прыгал в кусты, а там, как бы, потом еще одеться в кустах не смог. Закрыть глаза не смог. А потом, короче говоря, выйти из кустов, крикнув, стойте, стойте, не надо снимать. Он тоже не смог. И там, короче, так получилось, что он, получается, все видел. Вот как-то так. Но он не подглядывал. Он не сам. Он не сам. Мы ничего не видели. Он видел все. Лехидул Хумунгус Алиса. Не слушай. Ну, как бы, слушай. Это правда. Ну, а что? Это правда. Уж извиняй. Это правда. Это надо принять. Да, это правда. Лена вопросительно посмотрела на меня. Да, это правда. Это правда. Как бы, извини, правда. И почему бы ей для начала не усомниться в словах этой же бестии? Потому что они подруги, и она явно ей верит. Хотя, конечно, верить на слово даже так, такое себе. Но я думаю, у Семена это просто на лице написано. Но да, надо бы спросить, переспросить. И ничего я не подглядывал, врет Семен, который все-таки все видел. Но тут надо понимать, что надо объяснить. Объяснить саму ситуацию, которая произошла. Тогда будет все плюс-минус понятно. Даже если ситуация из ряда вон выходящая, и ее тяжело объяснить. Ее надо объяснить. Потому что в данной ситуации он просто сейчас будет отнекиваться. На него вот это все повесится. И как бы да. Ты же сама знаешь, что все это случайность. К тому же спровоцированная Ульянкой. Ну вот, хотя бы так. Ври больше. Похоже, оправдаться не получилось. А, оправдаться не получится. Да, я-то думал, что ты неразвратная. Я оказался неправ, и это плохо. Сиськи-то мои хоть понравились, она спрашивает. Да. Спина покрылась ледяным потом. Это... Блять, Лена, слушай, не надо. Как бы... Это... Это правда? Ольга Дмитриевна, позовите кто-нибудь. Причал, сэму конец. Ему конец. Но, блять, если... Я не знаю. Мне очень жалко в данной ситуации именно ее. Елену. Елену жалко. Если она, короче, не двоякая, то жалко. Если она не такая, как мы думали, там, вот, в сомнительных моментах, то, конечно, она прям одуванщик, и ее в данной ситуации будет очень дико жалко. Умоляюще посмотрела на меня Лена. Она скорее охуевает от этой жизни. Понимаешь, это случайно вышло. И ничего я там не видел. Ну, видел, он видел, я уверен, он видел. Нам, конечно, это не показали. У нас это цензуренная версия игры, как оказывается. Обычная. Обычная версия, которую я скачал в Android. Ну, не знаю, вот такая вот версия у нас стоит. И хорошо, что ничего не видели, потому что там, как бы, ба-ба-ба-бана еще на канал нам не хватает. Ну, как бы, я думаю, что он видел, поэтому, да. Не видел. Так, я могу повторить. Не надо. Пожалей Лену. Ты, блядь, подруга же ее. Ты, что ж такая тварь-то? Гневно воскликнула Алиса. Я просто не знал, что на это ответить. Видишь, я же говорила. Ну, надо было ответить. Что ты за чушь несешь? Ты посмотри, у тебя рядом подруга в предшоком состоянии. Ты ебанутая. Нет, нет. Да, все это. Пизда. Начала бормотать Лена и через мгновение бросилась бежать. Подожди, ты чего? Говорит глупый Семен. Подожди, ты чего? Ты забыла пицца. На, возьми пиццу с собой. Пиуху. Ай, какая ситуация-то вообще пиздец. Какой-то олень, блядь. Крикнул я ей вслед. Беги за ней, дурак. Беги, просто беги за ней. Вот видишь, девочку расстроил. А ты в этом не виновата? Вы оба виноваты. Вы оба мастера, конечно. Блядь, что этот долбоеб, который определиться не может. Что ты? Она твоя подруга, а ты так поступаешь с ней. Ну, просто пиздец. Я был от тебя, конечно, лучшего мнения. Но вот этот поступок, конечно, откровенно говоря, не очень. Беги давай за Еленой. Конечно, мы не знаем все ситуации. Возможно, Елена двоякая, на самом деле. И она врала постоянно Семену. Но даже при этом она постоянно пыталась ему помочь в каких-то определенных моментах. Хотя Славя помогала больше. Но тут не речь, кто больше помогал. Она, по сути, плохого ему не делала. А Алиса пыталась так или иначе его подставить. Но я не говорю, что Алиса прям тоже как говно говным. Но по отношению к подруге она сейчас поступила некрасиво. Хотя мы, опять же, не знаем все ситуации. Поэтому судить не будем. Поэтому судить не будем до конца. Мы не знаем, что было. Ехидно ухмыльнулась Алиса. Во-первых, не я ее расстроил. Во-вторых, неизвестно, о чем вы тут спорили. Мое терпение было на пределе. А тебе все возьми да расскажи. Кажется, она посчитала, что наш разговор на этом закончен и собиралась уходить. И я резко хватил ее за руку. Алиса испуганно посмотрела на меня, но ничего не сказала. В этот момент я был зол. Я очень был зол. Нельзя поднимать руку на женщину. Даже если ты в такой ситуации. Нельзя. Не делай этого, подумай об этом. Я твой разум. Не надо. Она тебе ничего не сделала. Просто человек. Во-первых, меня дико бесило, что Лена расстроилась из-за меня. Пусть я виноват. И виноват я только косвенно. Ну, ты бы мог закрыть глаза. Но ты этого не сделал. Ты бы мог много что сделать в той ситуации, но ты этого не сделал. Ну, предположим, что это был шоковый момент. Но все равно, я оправдывать его не буду. Зачем? Зачем оно мне надо? Хочешь ты оправдаешь, не хочешь ты его тоже не оправдаешь. Я просто помолчу в этой ситуации. Во-вторых, меня бесила наглость Алисы. А в-третьих, я был настолько измотан за сегодня, что мог выйти из себя из любого пустяка. Довольно? Прошипел я, показывая сторону, куда убежала Лена. Только и можешь, что памятники взрывают до беззащитных девочек обижать. Она выглядела испуганной, расстроенной и растерянной одновременно. Она сама. Кого хочешь обидит. Ты ее просто плохо знаешь. Я могу тебе поверить в этом. Исходя из того, что я увидел не так давно, могу поверить. Верно, только то, что я ее плохо знаю, но при этом абсолютно уверен, что никого она обидеть не может. Это исключительно твоя прерогатива. Ну не знаю, Семен, не знаю, я не знаю. Я не уверен. Это интересный момент, потому что я, опять же говорю, мы не знали, о чем они тут спорили. И, возможно, как раз таки инициатором конфликта могла быть и она. Ты не знаешь, Семен, в данной ситуации вообще ничего. Некоторое время мы стояли молча. Хотя, конечно, по общему впечатлению Елена такого не производит. Но вот те моменты, что были во время его взаимоотношений, так сказать, с ней, они дают несколько вопросов. Ну ладно. Я держал руку Алисы и не знал, что делать дальше. Отпустить и побежать за Леной, чтобы с ней, не дай бог, ничего не случилось. Заодно и убедиться кое в чем. Решение пришло как-то само собой. Ты пойдешь и извинишься. С чего бы это вдруг? Алиса пыталась казаться надменной, как всегда, но выходила не очень. Потому что я так сказал. Не став слушать дальнейшие возражения, я потащил ее к костру. Ольга Дмитриевна, у нас тут дела кое-какие появились неотложные, так что мы пораньше уйдем. Вожатый попытался что-то сказать, но я не служил, направился за Леной, ведя Алису за руку. Через несколько сотен метров я отпустил ее. Возражение. Вся спесь и надменность давно исчезли с лица Алисы. Если ты так хочешь, я пойду с тобой, но извиняться мне не за что. Я сказала правду. На месте разберемся. Отрезал я. До лагеря мы шли и молчание. На площади я спросил Алису. А дальше куда? А мне откуда знать? А кто говорил, что хорошо знает Лену? Я. Алиса замялась. Может быть на острове? Она часто там, когда хочет побыть одна. Отлично. Мы направились к лодочной станции. Ебать, опять грести. Опять, опять грести эту лодку. Пока я искал весла и возился с канатами, на лагерь уже наступила тьма, что ли. Одной лодки действительно не было. Сегодня у тебя есть отличная возможность заняться упражнениями на укрепление бицепсов, трицепсов и прочих мышц рук. Съязвил я. Ты это серьезно? Алиса испуганно посмотрела на меня. Наверное, все же последние 10 минут я веду себя слишком. Да, я согласен ты. Перебор, перебор, перебор. Сам, сам давай. Давай. Назвался мужиком, полезай. В мужицкий кузов. Хотел сказать что-то хорошее, но сам не понял, что сказал. Окей. Греби. Да, греби. Мне кажется, Алиса не такая плохая, как кажется. Я думаю, мы, конечно, тут сейчас просто сделали тот вывод, который не надо было делать. Это заранее поспешный. Мы еще толком, на самом деле, вывод не сделали. Я же говорю, я просто так. Мы для ситуации просто сказали. Я думаю, Алиса не такая плохая, как кажется. Я думаю, она из всех здесь. Мне кажется, может быть, она даже ранимее всех. Не знаю. Ладно, грести я тебя, конечно, не заставлю. Мои слова прозвучали неуверенно. В этот раз махать весны мне казалось намного сложнее. Ничего удивительного, ведь руки за сегодня выполнили, наверное, годовую норму по нагрузкам. Так, можно я сохраню игру на этом моменте, пожалуйста? Ой, блядь, передохнуть он захотел. В лагере царила ночь. Пусть без вылета, без вылета. Ебать, как страшно нажимать на эту кнопку, если честно. В лагере царила ночь. Она в ахере сидит. Совершенно обычная и ничем не примечательная. Одна из тех ночей, когда темное небо и звезды и полубесяц не вызывают никаких особенных эмоций, а стрекотание сверчков и пение ночных птиц кажется скорее обыденной работой, чем очарованием ноктюрна. Я всматривался в темноту, пытаясь разглядеть вдалеке очертания острова. А ты откуда ее знаешь? Откуда ты ее знаешь? Алиса слегка вздрогнула. Алиса слегка вздрогнула от того, что вылетела игра. Мы выросли вместе. Через некоторое время нехотя, ответила она. И попали вместе в один пионерлагерь. Какое чудесное совпадение. В голове внезапно вспыхнули с новой силой все те вопросы, загадки и страхи, что так хорошо спрятались до этого. Ведь сейчас, здесь, я могу просто выкинуть ее из лодки и утопить. Ты че, блядь, долбоеб? Могу потребовать ответы. Правда, конечно, не зная, что происходит, это может быть опасно. Но все же мне казалось, что именно я играю белыми и могу сделать первый ход, а не только отбиваться от уколов противника. И что же это за лагерь? Алиса Нидумена посмотрела на меня. Где мы? Почему я здесь? Она молчала. Отвечай! Крикнул я. Ты чего? Если хочешь, чтобы я перед Леной извинилась, то я извинюсь. И тут я понял, что поступил как минимум неразумно. Да, во-первых, она, возможно, и ни при чем. Во-вторых, не может человек так искусно врать. Может, еще как. Ты просто не знаешь людей. Может так врать, что ты, блядь, вообще никогда в жизни правды не узнаешь. Так что это все такое. То, что говорят, что вранье рано или поздно вскрывается, это, кстати, жизненная немножко ложь. Потому что не всегда. Я думаю так. Выражение испуга на лице Алисы подтверждало, что она говорит правду. Извини. Коротко бросил я. И все же не хотела задавать позиции. Последние метры до острова дались мне особенно тяжело. Блин, ты можешь быстрее грести, мне бы серию закончить. Просто еще это редактировать же долго, долго. Сегодня поздно серия выйдет. Выбравшись из лодки, я обессиленно упал на холодную землю. Алиса стояла рядом и смотрела на меня. Сейчас бы стоило ждать насмешки какой-нибудь едкой фразочкой, но она, наверное, еще не отошла от шока, поэтому просто молчала. Остров был маленький, и хоть на дворе я и стояла, но очень проще спрятаться в моей старой квартире, чем здесь. Да наверняка Лена слышала, как мы приплыли, так что надо было выяснить все вопросы с Алисой заранее. Слушай. Я внимательно посмотрел на нее, но ничего не увидел, мешала ночь и не самое идеальное зрение. Значит, когда найдем Лену, скажешь, что не хотел ее обидеть, и что вся утренняя ситуация – это недоразумение, хорошо? Мой голос уже не звучал так уверенно, как пару минут назад, но и этого оказалось достаточно. Алиса ничего не ответила, но по ее лицу было видно, что она согласна. Я встал, и мы отправились на поиски Лены. Мне просто неохота вот так брать и отрубать серию тебе. Чтоб мы досмотрели вместе. И лодка оказалась привязанной к коряге в дальнем конце острова. Умно. Чтобы никто не увидел издалека. Промычал я себе под нос. Значит, нам где-то в лесу пойдем. Я уверен, сделал несколько шагов по направлению к расчице, но Алиса стала стоять на месте. Что такое? Мы же вроде все уже выяснили. Да нет. Не в этом дело. Просто там. Темно. Я прищурился, чтобы получше разглядеть ее лицо. Это садик метр на метр. Чего тут бояться? Алиса не ответила. Да я бы тебя и здесь оставил. Нужна больно. Только кто знает, что мы... Ты выкинуть можешь. Тогда? Она подошла ко мне вплотную. Пойдем так. Алиса взнимала меня под руку. Но я говорю, она такая боязливая. Она на самом деле не такая, какая кажется на первый взгляд. Это ее типа защитные реакции, наверное. Что от окружающего мира. Ну или что типа того. Да окей, я не проще. Такого поворота событий я никак не ожидал. Мои щеки пылали, а к горлу подступил комок, мешающий выговорить хоть слово. Впрочем, сейчас было лучше молчать, так как ничего плутного я все равно бы не сказал. Мы медленно направились в лес. Через пару минут я овладел собой. А что, если бы мы не подошли к Лене и Алисе, мы, получается, бы все это пропустили? Слушай, здесь правда бояться нечего. Мы тут днем были и землянику собирали. Ничего страшного, обычная бирюзовая рощица. Тут днем красиво. Добавил я спустя пару секунд. Алиса не смотрела на меня, она устала сдаль в темноту. Впрочем, дело твое. Через некоторое время она показала пальцем куда-то вперед. А может быть такое, что мы что-то не знаем, и они знают что-то, что они от нас крайне скрывают, и тут есть какие-то монстры. Вон она. Я прищурился, но не смог ничего разглядеть. Подойдя ближе, мы увидели Лену, сидящую возле дерева. Но если она так рыдает, если она сидит вот так вот, и ей плохо, значит, все-таки, может быть, мы реально были неправы? Неизвестно. Она плакала. И зачем вы пришли? Спросила она сквозь слезы. Я пошутил, но я не буду. Я пошутил, но я в такой ситуации шутить не собираюсь, Сергей. А ты? Она посмотрела на Алису и закончила фразу. Та, в свою очередь, отпустила мою руку. Лена, понимаешь, просто я хотел извиниться, что несколько резко и грубо все это перебило меня Алиса. В ее голосе вернулись обычные надменные нотки. Может быть, она просто не хотела показывать свою слабость перед Леной? Извинилась? Отлично. Сначала говоришь одно, а делаешь совсем другое. Очень умно сначала доказывать мне, что я не права, а потом делать то же самое. Она сорвалась на крик. Ты все не так поняла. Я поняла ровно то, что видел. Девочки, тут такое дело, вы опять спорите о чем-то. Я вроде как виноват во всем, но я-то ничего не понимаю совсем. Объясни ему. Она улыбается. Сказала Лена Алисе, усмехнувшись. А ничего объяснять. Может тогда лучше мне? Как знаешь. Она скрестила руки на груди и отвернулась. Так вот, Семен, она упрекала меня, что я за тобой гоняюсь. Но обе тоже влюблены, да, в него? Ну, типа не влюблены, а они... ну, понятно. Так получается, вас трое, да? Семен, ты, Алиса и Славя. И что ты будешь с Семеном в этой ситуации делать, скажи мне? Ты же понимаешь, что ты сейчас немножко в жопе. Блять, как до такого дошло? Я не понимаю, какой... Какой пиздец. Почему нельзя было сразу поговорить с ними? Вот сколько серий говорю. Поговори, 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 поговори. Не, хуй с ним, пошли дальше. А чё, это не правда, что ли? На минуту наступило полное молчание. Лена, похоже, не намерена была что-то дальше объяснять, а я просто стоял и пытался зазнать то, что она сейчас сказала. В каком смысле? В прямом. А ничего я такого не имела в виду. Мешался разговор Алиса. Конечно. Ты всегда так. Лена снова расплакалась. Подождите, да как же это? Получается, я типа как нравлюсь Лене? А, то есть ты дурак, да? А, ну это всё тогда объясняет. Он тупой. Всё понятно, всё хорошо. Можем расходиться, ребята. Он конченый, он долбоёб. Всё нормально. Я-то думал, что он всё понимает. И оказывается, он не понимает ничего. Он не понимает ничего. Ну и всё хорошо тогда. Тогда к нему претензий нет. Он просто долбоёб и всё. На этом всё. Ну а что вы хотите? Ну вот он же видите. Ну а как бы я чё? А я ничего. Он же сам. Ну и всё. Сама ты за руку его держишь, а мне пытаешься доказать, что всё это неправильно. То есть я нравлюсь Алисе. Да ты им обеим нравишься. Если бы ты не нравился Алисе, она бы тебя не доставала и не подкалывалась так тобой. И не шутила про грудь, наверное. Но вот про разврат, кстати, осудительно, Алиса. Тут тебя ничего не спасёт. То, что ты ещё вот так шутишь. На самом деле не очень хорошо. Нет. Первый вариант как-то больше верится. Просто тут было темно и... Да, это так на тебя похоже. Всегда такая надменная. Пытаешься всеми управлять. А когда на самом деле доходит... Алиса не ответила. А когда она до самого дела доходит, она хотела сказать, наверное, что ты такая, типа, на самом деле родимая вся такая и всё такое прочее. Короче, они два одинаковых человека, только в разном разнотипе, правильно? То есть Лена, она... Снаружи такая, прям, типа, нежность, нежность и не трогать нельзя, а снутри камень и орешек крепкий. А Алиса, наоборот, она снаружи камень и орешек крепкий, а внутри, типа, нежность, нежность и такая этот... Так получается. Я чувствовал, что должен что-то сказать, как-то разрядить сложившуюся ситуацию. Да, скажи, что ты любишь Славю, давай. Пошли. Пусть они тебя оттуда закопают. Ну, подождите, подождите, у меня уже таймер, блядь. Всё, давайте заканчивать на этом. Может быть, мы просто всё не так поняли? Так, 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 я... Речь вообще не про тебя. Каким-то отсутствующим тоном сказала Алиса. Ну, судя по разговору, как раз таки про меня. Да, про тебя. Спроси у неё, что она о тебе думает, и ты почему говорила мне, что не стоит за тобой гоняться. Мне спрашивать нечего, я уже всё понял. Я это уже всё понял? Тогда, знаете, когда вот вы даже всё ещё не понимали, я... это всё я уже осознал. Я настолько далеко прочёл уже все эти ваши эти, чтобы всё понятно. Да и не помню, чтобы Лена за мной гонялась. Я ещё раз повторяю. Я... и... а нечего повторять. Лена скачила и убежала активно туда. Хватит. Я стоял в нерешительности, не зная, что делать дальше. Определяться. Вот ты довёл до патовой ситуации. Вот она. Вот она. Намотана. Решай. Если я сейчас брошусь в догонку за Леной, что ей сказать? В конце концов, непонятно даже, что здесь происходит, из-за чего весь этот спор. И своим молчанием или глупыми попытками утешить я могу ещё больше её расстроить. Наверное, лучше дать или не побыть одной. Неуверенно начал я. Как знаешь. Алиса молча направилась в сторону лодки. Назад я, гроб, с большим трудом останавливаясь, чтобы передохнуть через каждые 10-20 метров. Вы реально бросили её там одну? Вы чё, блядь, издеваетесь ночью? Не знаю. Ну, это такое себе. Пусть хоть с криками, хоть со слезами, но надо было, наверное, домой её всё-таки вернуть, потому что, ну, это не дело. Ребят, ну, реально не дело. Она там в таком состоянии, не очень хорошем. Мы её бросаем и уезжаем, блядь, куда? В лагерь обратно? Я, я не знаю. Я не знаю, верно ли это ситуация и что делать дальше в такой ситуации. Он сам до этого довёл, но он сам, видимо, этого и не хотел, но как-то так получилось. Алиса сидела и смотрела на реку, не обращая на меня никакого внимания. И, пожалуй, впервые за всё время, проведённое в этом лагере, произошло что-то, выходящее за рамки моего понимания. Ну, а что ты ходил? А как иначе? Самое удивительное, что это, по сути, вполне обычная житейская ситуация. Да, ну, как тебе сказать? Вот, ну, не вполне себе обычная, не вполне. Вот как-то так. Вот как-то так, и как-то так, да. Я уже бы дальше прошёл, но у нас с тобой время подходит к концу, поэтому давай заканчивать. С тобой был я, Ван Грешник. Подписывайся на канал, ставь лайки, не забывай поставить колокольчик. Увидим в следующих сериях, в следующих игрушках. Всем пока. Ссылка на Дискорд в описании, там все уведомления о началах стримов, о выкладке видео, рассказываю о том, что... не рассказываю здесь, наверное, в Дискорде. Голосовых там пока я не открыл, но там в основном чат. То есть ты можешь читать ленту чата и в голос даже не заходить, если ты, например, не хочешь. Потом, может, в будущем будет даже голосовой чат. Так что добро пожаловать. Для донатеров есть отдельный чат, там свои приколы, свои фишечки будут. Так что как-то так. Всё, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok